Доброго, доброго времени суток, дорогой зритель! Меня зовут Лещенко Глеб, и в этом видео я хочу тебе рассказать киноновости за последнюю неделю. Ох, появилось очень много жарких и интересных новостей, поэтому садитесь поудобнее, и мы с вами начинаем! Кит Харрингтон пообещал самый масштабный сезон «Игры престолов». Седьмой сезон популярного сериала «Игры престолов» будет значительно масштабнее. Об этом рассказал в одном из интервью исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон. Они потратили больше денег на меньшее, чем обычно число эпизодов, поэтому сезон будет более впечатляющим, в том числе за счет большого количества компьютерной графики. Напомню, что премьера первого эпизода седьмого сезона запланирована на 16 июля 2017 года. В общей сложности в сезоне будет всего семь серий. Кстати, на проходящем кинофестивале SXSW шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бенниофф и Дэбэ Уайс подтвердили, что восьмой сезон сериала будет включать лишь шесть эпизодов. Плюс к этому стало известно, что в седьмом сезоне появится музыка от Эд Ширан в качестве камео. Ридли Скотт планирует снять «Гладиатора 2» с Расселом Кроу. Хотя в ближайшие годы Ридли Скотт планирует снять еще несколько частей «Чужого», режиссер подумывает и о других проектах, например, о сиквеле «Гладиатора». Как недавно признался сэр Ридли, у него есть идеи для сюжета второй части, и он знает, как воскресить персонажа Рассела Кроу. Я придумал, как вернусь у Максимуса. У меня был разговор со студией, в итоге я получил от них ответ в стиле «Но он же умер!». Хотя способ воскресить его все-таки есть. Произойдет ли это, я не знаю. Оригинальный «Гладиатор» вышел еще в 2000 году, поэтому Рассел изменился с тех пор. Сейчас он работает над каким-то проектом, но я буду добиваться его возвращения, говорит Ридли. Больше 10 лет назад Скотт предложил музыканту Нику Кееву написать сценарий «Гладиатора 2», в котором римские боги возродили персонажа Кроу и отправили защищать христиан от преследования. Однако неизвестно, будут ли наработки Кеева хоть как-то связаны с нынешней версией сиквела. Авторы «Рагнарёк» рассказали о завязке блокбастера. Режиссер Тайка Вайтити, исполнитель главной роли Крис Хемсворт и Марк Руффало, сыгравший Халка, поделились информацией о будущей картине «Тор Рагнарёк». По словам создателя картины, ее сюжет стартует после того, как из тюрьмы Асгарда, которым неудачно правил Локи, сменивший Одина, сбегает злодейка Хелла, роль которой исполняет Кейт Бланшетт. Столкновение с ней приведет к тому, что Тор окажется на планете Сакаар, где встретится с Валькирией, сыгранной Тессой Томпсон и станет участником гладиаторских поединков. Как заявил режиссер картины после встречи Халка и Тора, его фильм превратится в роуд-муви. Вайтити подчеркнул, что его целью было не снять очередной прикол к Мстителям, а изобрести франшизу Тор заново. Тор Рагнарёк выйдет на российские экраны 2 ноября 2017 года. Джеймс Кэмерон заявил, что вторая часть Аватара не выйдет в 2018 году. Джеймс Кэмерон рассказал, что в 2018 году этого не случится. Мы еще не объявили дату релиза. Люди должны понять, что это будет ритмичная серия релизов. Так что мы не работаем над Аватаром 2. Мы делаем Аватар 2, 3, 4 и 5. Это по-настоящему эпическое предприятие. Дисней перезапустит франшизу Трон с Джаредом Лето. С 2015 года Дисней пытается перезапустить научную фантастическую франшизу Трон. И на этот раз, похоже, всерьез намерены все-таки порадовать зрителей третьей частью, заручившись помощью Джареда Лето. Звезда Отряда Самоубийц ведет переговоры о съемках франшизы. И если переговоры завершатся удачно, исполнит в фильме главную роль. Пока, впрочем, у следующего фильма франшизы нет ни сценариста, ни режиссера. Известно лишь, что перед запуском Трона для Дисней будет в качестве продюсера заниматься Джастин Спрингер. На аллее славы Голливуда появилась звезда Джона Гудмана. Популярного американского актера Джона Гудмана порадовали тем, что на аллее славы Голливуда 10 марта появилась его имена и звезда. На торжественной церемонии Гудман получил памятную доску с копией заложенной звезды, а во время фотосессии улегся прямо на тротуаре, позируя многочисленным фотографом. Том Хэнкс и Мерл Стрип снимутся в политической драме Стивена Спилберга. Стивен Спилберг приступил к работе над новым проектом и заручился помощью сразу двух голливудских ветеранов. В политической драме, снимать которую будет режиссер, появятся Том Хэнкс и Мерл Стрип. Новый проект Спилберга под предварительным названием The Post – это драма, основанная на реальных событиях 1971 года, когда издание Washington Post опубликовало так называемые документы Пентагона. Секретное исследование Министерства обороны США о политических и военных действиях США во Вьетнаме. А сейчас переходим к новостям вкратце. Студия Люка Бессона работает на Такси 5. Люк Бессон опубликовал в своем инстаграме фото титульного листа сценария Такси 5. Бессон сообщил, что Такси 5 на подходе. Официально. Харрисон Форд вернется в фильме Индиана Джонс 5. Несмотря на слухи о том, что Харрисон Форд навсегда покинул франшизу про Индиана Джонса, актер вновь вернется к своей культовой роли. Пятая часть фильма планируется к выходу в июле 2018 года. На тот момент самому Форду будет уже 76 лет. Режиссером картины вновь станет Стивен Спилберг. Warner Brothers выбирают режиссера на пост сиквела «Человек из стали». Как сообщает одно издание, Мэтью Вон является главным прецедентом на пост режиссера фильма «Человек из стали 2». Предварительные переговоры между Воном и студией уже завершились, однако никакой сделки пока нет. Даже если по каким-то причинам режиссеру не удастся заняться «Человеком из стали 2», Warner Brothers хочет, чтобы он поработал над одним из других проектов DC. Госдума поддержала слабослышащих. Государственная дума приняла закон об обязательном введении субтитров для картин, имеющих статус национальных. Проект, в котором вводится обязательность субтитрирования и тифлокомментирования полнометражных, художественных и анимационных лент, производство и прокат которых осуществляется при господдержке, принят сразу во втором и третьем чтении. Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года. У Логана появится черно-белая версия. В ходе съемок Логана режиссер фильма Джеймс Мэнглд регулярно выкладывал в социальных сетях черно-белые кадры. И вот теперь объявил, что Логан обзаведется полноценной черно-белой версией, которая будет включена в состав DVD и Blu-ray издания. Бюджет «Мстители 3» и «Мстители 4» составит 1 миллиард долларов. Супергеройский блокбастер «Мстители. Война бесконечности» гарантированно становится самым амбициозным проектом за почти 10 лет официального существования киновселенной Марвел. И потому неудивительно, что попытка объединить на одной съемочной площадке два десятка звезд первой величины обойдется студии достаточно дорого. Сообщается, что совокупный бюджет двух следующих ансамблевых фильмов Марвел «Мстители. Война бесконечности» и «Мстители 4» составит рекордный миллиард долларов. «Росомаха» займется дизайном автомобилей. Стало известно о переговорах режиссера фильма «Феррари» Майкла Мана и актера Хью Джекмана, которому предлагают исполнить роль итальянского конструктора «Энцо Феррари». Сиквел «Фантастических тварей» начнут снимать уже в августе этого года. Съемки пройдут в Англии и в Шотландии. Выход фильма запланирован на 16 ноября 2018 года. И новости напоследок. Фильм про Капитан Марвел будут снимать в январе 2018 года. А сериал с Томом Харди «Табу» продлили на второй сезон. Так как вы досмотрели это видео до конца, подпишитесь на мой канал «Просто о кино». Каждую неделю здесь выходят все новые и новые выпуски про кино. Также поделитесь этим видео в социальных сетях и поставьте этому видео лайк. Каждый лайк мотивирует меня делать все больше и больше новых и интересных видео. И также посмотрите другие видео на моем канале. С вами был Лещенко Глеб и до встречи уже в следующем видеоролике. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok